Здравствуйте, меня зовут Масленникова Яна Владимировна, я врач-стоматолог клиники Сатори. Выбор метода ортодонтического лечения по большей части зависит от возраста пациента и от сложности клинической ситуации, но при этом также учитываются предпочтения пациента, его профессия, образ жизни, эстетические требования и материальные возможности. Чтобы определить план ортодонтического лечения, врач-ортодонт снимает оттиски зубных рядов, по ним отливает гипсовые модели, а также назначает рентгенологические снимки, такие как ортопантомография, телерентгенография, а в некоторых случаях компьютерная томография. По гипсовым моделям и снимкам врач проводит необходимые расчеты, определяет оптимальный план лечения и определяет тактику дальнейших действий. В настоящий момент существует два основных метода лечения ортодонтических патологий у подростков и взрослых пациентов. Это лечение с помощью элайнеров и с помощью брекет-систем. Элайнеры – это съемные ортодонтические аппараты. Они представляют собой прозрачные капы из плотного пластика. Основное их достоинство – это эстетичность. В полости рта они практически незаметны. Помимо самих кап, при ортодонтическом лечении с помощью элайнеров используются дополнительные элементы, такие как абатменты – это специальные накладки на зубы, межчелюстные тяги, ортодонтические кнопки и микровинты. Основной недостаток лечения на элайнерах состоит в ограниченности показаний к их использованию. Обычно их используют в несложных клинических случаях, например, при небольшой скучности зубов, при неправильном положении отдельных зубов, а также при закрытии трем и диастем. В более сложных случаях целесообразнее использовать брекет-систему. Брекет-система – это несъемная ортодонтическая аппаратура, основными действующими компонентами которой являются брекеты и дуги. Также с брекет-системой используются дополнительные средства, такие как металлические и эластические лигатуры, эластичные цепочки, ортодонтические кнопки, окклюзионные накладки, микровинты. Как уже говорилось ранее, брекет-система проходит для решения как простых, так и сложных ортодонтических задач. Брекеты бывают лигатурные и самолигирующие, вестибулярные и лингвальные, металлические, керамические, сапфировые. После составления плана лечения ортодонт обсуждает его с пациентом и при необходимости вносит в план коррективы. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, впереди вас ждет еще много интересных видео. Спасибо за внимание! Субтитры сделал DimaTorzok